Дорогие друзья, большое путешествие по Швейцарии продолжается. Мы сейчас приехали в малюсенький городочек, который сплошь состоит из камня. Все дома, все, что вы сейчас здесь увидите, состоит из грубого, неотесанного, природного камня. Потому что, как вы видите, здесь очень много гор, и, как говорится, в камне проблем никаких нет. Это самый маленький городочек в коммуне Тесин, в местечке Тесин, в котором живет официально всего 13 человек. И вы увидите сейчас, в каких домах они живут. Это очень и очень интересное зрелище. Вот это наглядный пример, как сделана крыша в этом городе у каждого дома. Каждая черепичка практически ничем не крепится, просто прижата своим собственным весом. Но даже у такой маленькой деревушки, в которой находятся всего несколько человек официально живущих, есть свой храм. И сейчас я вам его хочу показать. Храм, который находится практически на главной прощади. И давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, как он выглядит изнутри. Здесь тишина. Посмотрите, как все красиво. Маленький, компактный собор. Да, сюда можно прийти, просто посидеть и почувствовать дух времени. Ну как? Атмосфера. Главное, что прохладно. Да. Очень хорошо. Здесь очень хорошо прохладно. Ну что, пойдемте гулять. Пожалуйста. Друзья, самое интересное, что этот город построили еще, начали строить в 13 веке. Здесь очень узенькие улочки. Город расположен на нескольких сот квадратных метров. И по нему можно гулять и вверх, и вниз. Здесь есть один действующий ресторанчик, куда приезжают туристы. А вот таким образом можно забраться к себе домой. Малюсенькие входы. Но это, мне кажется, какие-то амбары, да, наверное? Это чердак. А, это чердак. Ну или даже гроты, где хранили продукты, и также в некоторых хранили сено, например, на зиму, потому что держали коз в основном. И летом температура держалась прохладная, хранили, допустим, вино, яйца, масло. Вот так. А вот так вот выглядит типичный домик, да? Да. Но тут этот домик даже, я смотрю, поштукатуренный чуть-чуть. Но все равно все это сделано из такого грубого неотесанного камня. Так, куда мы еще можем пройти? Это у нас все. Пижма, как в России. Я первый раз вижу. Пижма. Это растение пижма. А, оно для чего? Лекарственное. А, лекарственное? Лекарственное для чистки печени. А вот лаванда. О, лаванду я очень люблю. Еще раз, друзья, напомню, что сейчас с нами ходит, показывает и, как сказать, рассказывает о своем месте силы Дина. Мы еще сделаем несколько интервью, и вы познакомитесь уже с ней поближе. А сейчас просто вот нам очень интересно послушать, что она нам рассказывает о том, что она знает уже. Вот тоже вот так выглядит домик. Ну, вот очень интересно, да, что здесь вход в сарай, в чердак, а снизу, наверное, уже вход в само пространство для жизни. Вот фонтанчик, который датируется 1879 годом. А еще раз повторю, что начало это местечко. Здесь прям жилой дом настоящий, где, наверное, живут амиши. Представляете, вы выходите с крыльца, и вот так вот идете, становитесь и смотрите на это все. Да, она говорит, привык, да, она сказала, что частная, и она сказала замолчать собаке, но вот мы видим, что это местная жительница, здесь висит белье, собака у нее. Вот бы книжники домой посмотреть. О, было бы здорово. Я попробую поздороваться с ней, потом тебе дам знак. А, классно. Вот сейчас Дина попробует договориться с местной жительницей, с женщиной. Может быть, она нам покажет, сделать небольшое интервью, позволит сделать внутри дома. Это было бы очень интересно, а мы пока давайте наслаждаться видами. Вот посмотрите, как сделан, да, кирпич. Ничем не укреплен, никакого цемента. И даже видно, даже видно, настолько все четко сделано, подогнан каждый камушек. Смотрите. Офигеть. Да, и здесь, видите, раньше люди занимались животноводством. Здесь прекрасное место для того, чтобы ухаживать за козами, коровами, производить сыр. Потому что здесь такая очень хорошая атмосфера и амбиенты. Так, вот это вот у нас указатель показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Здесь, где-то недалеко, есть мельница. То есть, видимо, здесь раньше производили зерно, точнее, выращивали пшеницу, делали муку. Потому что, как вы знаете, люди, которые живут в горах... Давайте посмотрим, что здесь. Здесь, что ли, ничего не видно, но я вот глазом заглянул, вижу, что там такой небольшой складик. Смотрите, даже заборы сделаны вот таким образом. Из наваленного камня. Просто кто-то вот заморачивался, да, брал камни и погнал каждый камушек друг к другу. Подгонял. Ну вот, брусок дерева, который перекрытия, видимо, какие-то держит. Сейчас узнаем у Дина, разрешили ли нам поснимать. Наверное, нет? Интересно рассказала. О, давайте послушаем. Да. Это кухня. Она говорит, обязательно зайдите и поговорите с хозяевами Астерии, вот этого трактира. Они очень любезные. И, возможно, вам даже что-то продемонстрируют. То есть, здесь можно снимать на сезон вот эти домики. И вот такая вот красота. А женщина это сидит с ребенком. А она не сказала, сколько примерно стоимость за домик? Нет, она говорит, вы подойдите, да, поговорите с хозяевами. Интересно. Ну, это очень интересно. Смотрите, тут даже у некоторых разбиты огородики. Что там выращивают? Салат, шпи... Зацепился за ежевику. А мы правильно идем? Тут уже какой-то... Наверное, нужно возвращаться. Потому что там указатель был, что мельница дальше. А, посмотри, часовенька. О, часовенька и маленький мост. Вот, наверное, мы сейчас должны туда куда-то спуститься. Старинный мост, римский, видишь, он такой. А, это римский тоже? Да, это же римский мостик старинный. А вот прямо наверху вот этот трактор. Друзья, вот напишите, хотели бы вы пожить в такой деревушке? Хотели ли бы вы приехать вот сюда и просто пожить, понаслаждаться видами и вот так вот прочувствовать атмосферу? Вот видите, официант какой-то несет что-то. Мы еще знаем по информации, что здесь вроде как собираются сделать как раз вот отельный комплекс. Ежевичку можно пособирать. Вот она здесь повсюду. Мы слышали, что здесь есть некий такой отельный комплекс, собираются делать. Но, скорее всего, Дин, наверное, как раз вот эти вот люди уже и выкупили эти все домики, да? И поэтому здесь уже и этот отельный комплекс и появился. Обязательно спросим, да, и расставим. А пока мы идем, по-моему, куда-то вверх, да. Сможем ли мы спуститься потом к мосту? Да, жалко, что мы потерялись. Ну, конечно, неимоверная красота. Неимоверные улочки. Кто? Значит, туристы здесь. А если спросить, how much? For one number. А вот это, смотри, для чего? Это для кошки, что ли, подъем? Или для чего вот эти вот ступенечки? Нет, я думаю, что это так поднимались с огорода, снизу, для людей. Кошка-то, она везде прыгает, правильно? А, ну вот, смотри, лестница, да? Современная, старинная. Да, современная лестница и старинная. Ну вот, мы можем по вот этой лестнице подняться. А вот это, видишь, канатка? Мне кажется, они продукты поднимают. Люди, смотрите, по вот этой вот канатной дороге поднимают продукты, наверное, еще выше. И, скорее всего, там тоже какой-то домик, вон, может быть, даже какой-то этот смотритель живет, да? И сразу вот такой вот тут резкий спуск. И можно отправиться прям к реке. Так, ну здесь мы не будем подниматься, да, Дин? Я думаю, спустимся к Римскому мостику, к мельнице. Да, потому что здесь уже непонятно. А, водопад. А, вот же лестенька. Вот такая вот лестница, друзья. Дин, давай поднимайся, я покажу, как ты поднимаешься. Так, вот такая вот. Ночью здесь, конечно, опасно ходить. И после? О, круто. А, спроси, можно его снимать? Да. Мужчина из Германии. Халло, а? Проехал на бисхендович. Ни кто. Он из Германии. Так, мы сейчас пускаем. Это Римскому мостику, а мы идем к Лаватетсу. А, окей. И вот здесь маленький. А, окей. Окей. Потом можно пройти к маленькому мостику, когда мы спустим. Угу. И вот здесь? Для продавцов? Да, да. Потому что это какая-то комната здесь. Да. Да, действительно, друзья, вот эта вот канатка. А она сделана для того, чтобы продукты поднимались наверх. Там есть несколько домов, и там тоже живут люди. Френч. Да, я. Это френч. Очень интересно. В общем, друзья, очень интересно. Очень красиво. Очень необычно. Но я думаю, что еще одно видео мы потом снимем. А, потом мы еще снимем отдельно прогулку по самому городу. А сейчас, раз у нас появилась возможность спуститься к водопаду, то тогда спустимся уже к водопаду. Посмотрите, как здесь сложно спускаться. Так, подождите, а вдруг он какой-то странный? А вдруг он маньяк? Вдруг он маньяк? Так что, друзья, запомните его лицо. Потому что он так нас повел куда-то, а мы даже не знаем, куда мы идем. Посмотрите, как сложно здесь спускаться. Еще в этих сандалиях нужно быть очень и очень аккуратным. Потому что раз-раз и можно сразу укатиться куда-то очень далеко. Вот. Так что мы спускаемся еще дальше. Так, там уже сидят люди, я смотрю, на водопаде. Друзья, очень сложно спускаться. Но ничего страшного. Сейчас мы почти уже, почти добрались. Здесь хотя бы маленький. Здесь хотя бы маленький сейчас. Как он называется? Спуск. В этих тапочках сложновато, конечно. Дин, можешь рассказать, что там? Обязательно. Сейчас мы спустимся, он рассказывает, что он каждый год сюда приезжает. У него здесь друзья. Ему здесь так нравится. И он все лето живет? Времене. В Германии. Временский музыкант. Да, куда? А сколько стоят сутки здесь или на сезон? Сейчас, все буду спрашивать. Сейчас, да. Потому что он цену не знает, он... А, у друга. Он не доздаёт. А, ты знаешь, вы знаете, офисовый прайс? Не, 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 не. Не, не, не. Ой, тут так прохладно. Не, 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 не. Офисовый прайс. Да, да. Семкин. Да, он не стоят. В общем, мужчина снимает жилье через друзей, а стоит 140 франков в день в таком домике пожить. Красивый вид хотим посмотреть? Пойдем с ним на красивый вид. Очень милый человек. Да, что нам можно подарить? И он здесь как аборигент все знает, скажи. Он наш проводник. Сюда группы альпинистов даже. Дин, с тобой так классно ходить, ты договариваешься. Ой, я наверное не буду спускаться с техникой вниз, я отсюда поснимаю. Там очень красиво. А надо дальше идти еще? Потому что я здесь. Очень далеко. По-немецки. А, пять минут. Давай я у тебя возьму телефон. А ты не спустишься, я тебе домой. А, ну я сейчас спущусь, не проблема. Сейчас попробуем. Просто видишь, у меня аж одним дублем все идет. А поэтому, да. Поэтому я и хотела взять телефон. Просто жалко, что мы не все вместе пошли сюда. Жалко. Давай ты иди, я тебя сниму, как ты идешь, потом я. А ты справишься? Да. Я аж альпинуст. Опа. Одной рукой снимаем. Это удобно, если где-то с этим едем. Другой рукой идем. Да, друзья. Интересная тема. Смотри, один, чтоб он у нас никуда там не забрел с нами. А то он так нас легко везде ведет. Прям жестоко. Саньки. Вот, друзья, отсюда мы спускаемся. Офигеть. Речку переходим. Офигеть. О. Он из Швейц. Офигеть. Это Арнольд Шпарцер. Это фильм «Предатор». А, «Предатор». Это выглядит как в джунгле. Как в джунгле. Ах. Как в джунгле. Мы едем? Я бы пошла дальше. он сказал что плыть будет короче друзья здесь снимался фильм хищник с арнольдом шварценеггером реально прям джунгли реально приходится пробираться вплоть джунгли где нормально я подскользнулся да давай вперед чтобы у него спрашивать да единственное что конечно сложно идти с этими сандалях офигеть друзья вот так вот раз и пошли с каким-то дядькой на водопады офигенная экскурсия да от первого лица читай так сейчас тут прыгаем чувствуешь себя каким-то индианой джонсом здесь офигеть здесь он уже плавает но мы здесь уже не пойдем мы не пойдем и потом он поднимается все выше и выше специальный тур можно будет а и после этого и дальше и дальше и дальше и дальше это профессиональный каньонинг И сколько километров? Ух! Я был с моим друзьем, и мы не были в Украине, мы были только в Бадоузе. И когда-то поднимается, и мы идем домой. В общем, протяженность этого пути несколько километров, это профессиональный путь для спортсменов. Здесь можно плыть, там можно опять подниматься. Да, я сейчас... Дина, можешь подержать? Я тоже умоюсь водой, потому что... Он советует обязательно приехать на эту мерку. Тут вода вкусная, если ее пить. Прикиньте. Не, она классная. Не, я бы полез туда, видишь, но я должен снимать. Да, мы не готовы. А может быть, его попросим, чтобы он показал нам мастер-класс? Аааа... А вы можете сейчас показать, как ты идешь туда или нет? Нет, нет, нет. Раз, два, три. Да, 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 да. Да, для спортсменов это очень хорошо. Вот это вот еще какие-то вещи. Это тренинг. Он в восторге, да, от этого пути. Говорю, что так скоро выгодится, да. Это, 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 это прекрасное. Нет, это тренинг. Ну все, друзья, мы теперь знаем, если что, можно даже организовывать какие-то туры сюда. Дина нам поможет, если что, с доставкой людей. Потому что Дина профессиональный таксист в Швейцарии. И мы об этом еще с вами поговорим. Так, вот здесь Дин, очень опасно, смотри, тут какой-то штырь торчит. Опа! Давайте, проходите, а я вас буду снимать. Здесь еще на камень надо залезть. Вот, видите, мужчина какой спортивный. Опа! Вообще, конечно, интересный, интересная тема для спортсменов. Как ты ешь! Да, друзья, ну вы представляете, как мне сложно одной рукой снимать, держать камеру. Тут у меня еще микрофон. И мы вот так вот поднимаемся, представляете? Так, а вот здесь вот, может быть, мне уже скользковато. Так, что делать? О, блин! Интересно. Друзья, ну опять, видите, не получилось короткое видео. Здесь повсюду еще кусты ежевики, которые тебя начинают трепать. Сейчас, Дин, нас там все потеряют. Нет, 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 нет. Он не прыгал, говорит, сплати, не прыгал. Я спросила, думаю, может быть, он тоже... Прыгун. А вот Саня прыгнул. Да. Смотрите в предыдущем видео. Да, Саня прыгал вообще неожиданно. Так, держимся за это. А? А. Может, мы здесь сам купим еще? Дин, тогда возьмешь? Да, я возьму. Ну что, только за экран. Смотри аккуратно, чтобы он не выключился. Да. Просто скользко, просто везде скользко. Шварценеггера встретим. Дин, давай руку. Спасибо. Аккуратно телефон. А это будет современное уже, Лео. Это какой-то отбойник, да? Как плотина маленькая. Но вот этим местам точно миллиарды лет. Вот видите, у него натуральный дуж по утру. Каждое утро это джакузи. Натуральное джакузи, которое он принимает каждое утро. Представляете, приходит сюда и с головой ныряет. Видите, вы здесь сверху, у вас постоянно настоящая вода проточная, хорошая идет. И невозможно отсюда выплыть. Вот, туда тоже можно нырять. А, джампинг? А, вот с этого места прям можно нырнуть и прямо в воду. Обалдеть. Друзья, вот на такая интересная экскурсия приехали домики посмотреть. А в итоге смотрим на вот такой природный спортивный зал. Так что, друзья, кто хочет вот так вот заниматься, приезжайте сюда. Но, конечно, цена 140 франков в день. Это многовато, я считаю. Видите, мужчина по знакомству живет, поэтому он, по-моему, бесплатно. Вот. А мы сейчас, наверное, пойдем уже обратно в город. И следующее видео уже конкретно снимем из города. А то нас там уже ждут. Вообще, много чего он рассказал интересного. Сейчас Дина нам все тоже подрасскажет. Друзья, ну а вы пока пишите ваше мнение в комментариях. Как вам такая прогулка? Для нас это, опять же, было не запланированно. С Диной классно гулять. Она раз-раз и договорилась с человеком. И он нас сразу повел на экскурсию. Все, друзья, мы сейчас будем обратно подниматься вот здесь. Обычно вот оттуда тоже течет вода. И только в этом году ее нет. Там тоже есть большие водопады. И обычно большой поток воды стекал сюда. А в этом году нет. То есть, на самом деле, сухое лето. Понятно. В общем, с этой стороны тоже был водопад раньше. А сейчас очень сухое лето. И он просто пересох. Ну что, поднимайтесь? Подожди, да. Он сказал, что здесь все покрыто водой. Просто не подойти. Огромный поток воды все смывает. Представляешь, все это покрыто водой. Ну давай поблагодарим вас за экскурсию. И я вас сниму, как вы поднимаетесь. Даниэль, спасибо за экскурсию. Это очень интересно. Продолжение следует, да? Да, нам надо уже заканчивать. Ага, хорошо. Все, я вас снимаю, как вы лезете. И потом я лезу. И на этом мы трансляцию заканчиваем. А дальше уже выйдем опять. Данки. Все, друзья. Встретимся уже в следующем выпуске. А я полез. А то мне все-таки с техникой не очень удобно.